Вопросы о том, в каких фазах в форматах Института Европы Ассоциация европейских исследований может сотрудничать с Вашим ВУЗом и приносить пользу и студентам, и ученым, которые здесь работают. Надо сказать, что история нашего партнерства долгая. На базе КФУ действует региональное отделение Ассоциации европейских исследований. Сейчас это происходит на базе юридического факультета, но у нас есть сейчас планы расширить эту платформу и включить всех тех, кто интересуется международными отношениями, мировой политикой, интеграционными процессами. Как Вы можете сделать вывод из названия тех организаций, которые я представляю, Институт Европы Ассоциации европейских исследований. Речь идет в первую очередь о европейстике. Я рассказывать об Институте Европы Ассоциации специально не буду. Вы можете все зайти при желании на сайты этих организаций. Там выложен очень большой объем информации, включая сотни статей, десятки книг в открытом доступе. Информация есть по различным мероприятиям, своего рода новостная лента. Вы можете просто ее просмотреть и составить впечатление, в каких проектах, форумах, встречах, семинарах, конференциях принимают участие Ваш покорный слуга, мои коллеги. И составить себе впечатление о том, в какой ситуации мы вращаемся, с кем встречаемся и где мы видим возможности для популяризации наших идей, предложений и концепций. Я расскажу о том, что набросано мной было в последние недели. Какие-то мысли, тезисы под конец года, тем более. Нам интересно всем задуматься о том, как в этом году все было. В Европе было много событий, и порассуждать здесь есть о чем. Учитывая то, что Европа, регион для мира очень важный, то, что происходит в ней или с ней, это влияет на весь мир, как и весь мир влияет на Европу, то вначале я хотел бы обозначить какие-то общие контуры той ситуации, в которой мы находимся, те рамочные условия, в которых живет наша страна и соседи по Европе. Первое, о чем я хотел бы вам сказать, здесь будет у меня таких 7 коротких тезисов, после чего я расскажу вам чуть-чуть о ситуации в Европе, в Евросоюзе, в отношениях России, НАТО, ОБСЕ. Итак, первая характеристика ситуации в мире, я обозначил бы ее так. Мы живем в эпоху изменения соотношения сил в мире. Это мир неравномерного развития, так было, в общем-то, всю историю, и то, что происходит в последние 20 или 30 лет, нам доказывает, что определенные законы или закономерности в истории есть. Это мир, который переживает очередной цикл взлета и падения великих держав, центров региональных, трансрегиональных или глобальных, которые претендуют на то, чтобы уже в 21 веке занять видное место в системе глобального управления и регулирования. В этом мире, как всегда, есть свои командные высоты, и те, кто их занимал в последние десятилетия или столетия, естественно, стараются удержать свои позиции. А те, кто чувствует уже силу взвалить на себя груз ответственности, как и получить право на то, чтобы задавать тонны и нормативные условия для развития этого мира, естественно, эти претенденты стремятся к тому, чтобы их впустили в первый круг центров силы и чтобы их признали равными с теми, кто привык к этому статусу. Мир на сломе – это мир большой неопределенности, мир столкновения цивилизации, мы можем вспомнить и эту формулировку. Это ускользающий мир. Была в свое время написана очень интересная книга знаменитым ученым Энтони Гидденсом, по-английски она называлась «The runaway world» – «Ускользающий мир». Смысл в том, что события развиваются так быстро, что порой мы не в состоянии поспеть за этими событиями и успеть не только их обдумать с научной, тем более с академической точки зрения, но и тем более не успеваем эти идеи внедрить в политический процесс, процесс принятия решений, успеть сделать так, чтобы в превентивном плане наши страны или регионы, в которых мы живем, предприняли те или иные шаги для купирования вызовов или рисков, которые возникают с завидным упорством, и чтобы не только приспосабливаться к ситуации, которая вокруг нас, но и формировать мир вокруг себя. В наше время очень сложно рассуждать о том, что в мировой системе отношений есть ведущие центры, тем более доминирующие или гегемоны, есть государства, их союзы более сильные, менее сильные, но у каждой страны, вне зависимости от территории, от количества населения, от того, обладает она или нет природными ресурсами, есть свои конкурентные преимущества, и надо уметь ими пользоваться. Вы знаете, что есть огромные страны, есть микрогосударства, но это не значит, что есть прямая закономерность того масштаба влияния, который эти государства оказывают на региональное и мировое развитие в зависимости от количественных характеристик своей мощи. В этом плане я употреблял бы термин «нишевые центры силы», то есть у любой страны в этом мире есть своя ниша. Нельзя гнаться за тем, что делали в свое время великие империи, нельзя гнаться за доминирование в той или иной сфере жизни, что называется, по всему фронту, надо делать ставку на свои конкурентные преимущества, на то, где ты силен, но или, имея достаточно стратегического мышления, стараться выйти вперед там, где возможности есть. В этом мире окна возможностей их много, но все дело в том, что захлопываются они очень быстро. Если вы не успели ими воспользоваться, то вас опережают другие, и в геополитическом, в социальном, в экономическом плане уже поздно выбиваться в лидеры, надо выбирать модель догоняющего развития, но эта модель, в общем, она может иметь место и приносить пользу, но вы не станете лидером, если опираться будете на вторую роль, как структурную роль в определении правил, по которым играют страны и организации вокруг вас. Мы видим, что есть очень существенные элементы деглобализации, того, что можно назвать дрейф всех от всех. Если говорить очень упрощенно, то США и Евросоюз дрейфуют друг от друга, Евросоюз и Россия друг от друга, Штаты и Россия друг от друга, США и Китай друг от друга. На Ближнем Востоке вы видите, как разворачивается не только соперничество стран, не входящих в этот регион, но, тем не менее, использующих его для укрепления своего положения в мире, но разворачивается там внутреннее противостояние, в первую очередь, между Саудовской Аравией и Ираном. Это говорит о том, что в этом мире очень сильны центробежные процессы. Кто из вас занимался или занимается, будет заниматься региональными исследованиями или интеграционными исследованиями. Может быть, вам знакомо и близко ощущение, что много лет, как по накатанной, мы рассуждали о том, что глобализация приводит исключительно к усилению взаимозависимости мира, что любые региональные интеграционные проекты работают не против глобализации, а служат теми хабами, теми связками, которые, наоборот, делают эти процессы глобализации более устойчивыми. В последние годы это представление о глобализации ставится под вопрос. Сейчас достаточно развита концепция не глобализации, о которой сказано практически все, что можно, а концепция глобального мира, как такой современной стадии глобализации, или точнее ее модели, которая сформирована была в 80-е и 90-е годы на основе так называемой неолиберальной волны, которая привела в 90-е годы, к появлению концепции Вашингтонского консенсуса. И, в общем-то, на этой базе мир вошел в 21 век с верой в то, что, наконец, в истории, может быть, впервые в истории, вот этот глобализирующийся мир во главе с коллективным Западом получил святой грааль истории. Это ключ к пониманию того, как линейное развитие, линейный прогресс может быть достигнут. Как сделать так, чтобы экономика вырвалась из тисков циклов, когда вы испытываете то подъем, то происходят кризисы структурные. Может быть, вы помните о том, когда в 2008-м разразился мировой экономический кризис, то он назван был великой рецессией по аналогии с чем? Это проблема с великой депрессией, которая случилась на рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века. То есть прослеживается цикличность мирового развития и в экономике, и в политике, и в культуре. Это очень интересная и большая тема. Так что, насколько в современном мире глобализация, глобализация, по крайней мере, та модель, которую мы знали в последние 30 лет, достигла своих пределов, или у нее есть еще какой-то потенциал или запас прочности, за что борются наиболее крупные страны в политическом и в экономическом плане, страны, входящие в понятие коллективный Запад, этот вопрос, эта дилемма будет решаться, я думаю, в ближайшие годы. Второе, о чем я хотел бы сказать, это то, что мы живем в мире, где доминирующим становится нарратив о возобновлении соперничества ведущих центров силы или, по-старому, великих держав. Может быть, вы знаете о том, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом была выпущена новая редакция стратегии национальной безопасности США, и в ней на первое место поставлен уже, например, не международный терроризм, а соперничество, геополитическое противоборство между ведущими центрами силы. Для США в этом документе главные вызовы и соперники – это две страны – Россия и Китай. И в этом плане мы начинаем возвращаться по структуре анализа этого мира, по структуре нашего мышления как бы в 20-е, а может быть, даже и в 19-е век. Этот нарратив сейчас активно навязывается, но я думаю, что на самом деле ситуация не в том, какая страна какую систему приоритетов, какую иерархию приоритетов продвигает. Я думаю, это вполне естественно, что каждая страна вправе выбирать, какие вызовы и риски для нее служат целью для продвижения своих национальных интересов. Но мне представляется, что для России, вообще в целом для Европы важно не возвращение к идее о противоборстве, а возвращение к идее о том, какие действительно у нас есть вызовы и идея о том, что справиться с ними было бы невозможно, если мы решили бы, что Америка прежде всего, и Великобритания прежде всего, Китай прежде всего, Россия прежде всего. Это очень хороший лозунг для модернизации своей, собственный, но лозунг крайне никудышный, если вы хотите решить какую-то трансрегиональную или глобальную проблему. Там надо действовать вместе. И как бы не был сейчас мир не похож на мир империи 18-го и 19-го века, как бы он не был не похож на мир 20-го века, где тонн задавали после 1945-го года две сверхдержавы, это Советский Союз и США, но и в мире 21-го века очень многое будет зависеть от действий наиболее крупных центров силы и влияния в этом мире. Это не значит, что они могут игнорировать или не обращать внимания на национальные интересы стран малых или средних, но это значит, что без согласия между этими центрами очень сложно будет решать действительно масштабные вопросы. И здесь очень интересно позаниматься аналитикой того, как развиваются отношения между такими вершинами многоугольника, как США, Евросоюз, Россия, Китай, Индия. А сейчас уже нельзя забывать о таких странах, как Бразилия, Мексика, Египет, Турция. Индонезия, Индонезия и так далее. Игроков очень много. Часто можно слышать о том, что те, кто продвигают идею полицентричности или многополярности, я думаю, вы эти термины встречали очень много, и интерпретации этих терминов много. аргумент, что если полицентризм действительно станет новой моделью международных отношений в 21 веке, то тем самым этот мир станет слишком сложным, или, по крайней мере, он станет намного сложнее, чем мир 20 века или 19 века, и управлять им будет невозможно. В ответ я бы сказал следующее. Во-первых, в истории еще такого не было, чтобы последующий период в истории не был бы менее сложным, чем предыдущий. Это первое. Второе, что система глобального управления и регулирования от века в век также становилась все более сложной, многосторонней, и любые модели, которые применялись, будь то после Весфальского мира 1648 года, после Венского конгресса 1814 и 1815, после Первой мировой или Второй, это были системы управления, уровень сложности которых только рос. Было бы очень странно ждать, что в 21 веке какие-то вопросы будут решаться легче, чем это было раньше. И вообще очень модно, например, рассуждать в отношении многих научных специальностей об идее сетевого устройства той или иной организации. Так вот, мир все более уходит от пирамидальной структуры. В XIX веке существовал механизм, который стал называться концертом держав. Это то, что стало новым модусом в Вивенде для ведущих империй, которые в то время были сосредоточены в Европе для того, чтобы предотвратить новую большую войну между ними. В XX, то есть это был мир с несколькими пиками, которые решали судьбы этого мира, и поэтому мы говорим о том, что в XIX веке мир был европоцентричный. В XX веке у нас с вами две пирамиды мирового влияния и доминирования, это биполярный мир. Затем мы рассуждаем с вами о том, что была предпринята попытка создания однополярного мира. В 90-е годы представление об империи, вообще как об организации взаимоотношения между ведущими и ведомыми странами или территориями, претерпело существенное изменение. Появилось выражение «милосердная империя». Оно очень часто применялось в Соединенных Штатах и считалось, что в самом деле после крушения Советского Союза, окончания Холодной войны, мир может стать однополярным в том смысле, что во главе этого мира будет стоять такая ярко выраженная держава-гегемон, только этот гегемон будет милосердным, справедливым и будет помогать миру вокруг себя становиться все более успешным и процветающим. Это не получилось, и в 21 веке мы рассуждаем уже о том, как полицентризм войдет в нашу жизнь, как у глобализации полицентризма может быть много моделей. Полицентризм может быть миром хаоса, это может быть миром так называемых региональных порядков, это может быть мир кооперативного полицентризма, то есть мир, где будет не столкновение цивилизации, а их концерт, мир, в котором основные центры силы найдут новый модус Вивенди. Как сделать так, чтобы хотя бы на 50-100 лет вперед мы играли по общим правилам. Надо сказать, что этот модус Вивенди был найден в общем-то не так давно, это был 1975 год. В этот год был подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это событие имело место в Хельсинки, и в подписании этого документа принимали участие участие не только почти все государства, которые по региональному признаку находятся в Европе, но и такие страны, как США и Канада. Но, как вы знаете, прошло не так много времени после 1975 года, как мир получил самую большую встряску после Первой и Второй мировых войн. это распад Советского Союза, распад постсоветского пространства и все те метания, которые мы наблюдали и в нашей стране, и вокруг себя в последние 30 лет. С этой точки зрения мы с вами можем сказать, что живем в переходную эпоху, в эпоху транзита от одной модели международных отношений к другой, хотя некоторые могут со скепсисом воспринять это предложение, так как 30 лет для транзита это может быть слишком много. Но, тем не менее, мне представляется, что если вы наблюдаете за тем, что происходит в мире, то оценить эти события все как некую новую норму или новую нормальность, как сейчас очень популярно говорить, вряд ли можно. Все-таки мир, если прослеживать хотя бы вглубь истории на 200 или 300 лет назад, рано или поздно после очередных всплесков насилия или противостояния мир приходил к некому консенсусу, к некому эквилибриуму, к некой новой системе сдержек и противовесов. Например, вы могли бы кому интересно взять в руки книгу, которая переведена была на русский язык. Это книга Генри Киссинджера называется «The world of order» «Мировой порядок». В ней он предпринимает усилия для того, чтобы переутвердить идею о том, что мир 21 века не станет упорядоченным и развивающимся по кривой уходящей вверх, а не вниз, если очередной системой сдержек и противовесов не будет найдена. Ну и здесь мы с вами можем выйти на такую интересную тему, что собственно является конструкциями или опорами для стабильности мира в 21 веке. Ведь то время, в котором мы с вами живем, оно сейчас везде называется временем большой дестабилизации. На английском это звучит «grand destabilization». Недавно прошел министерский саммит ОБСЕ в Милане и генеральный секретарь ОБСЕ употребил этот термин «grand destabilization». Ну, здесь очень интересно для международников порассуждать о том, что случилось с так называемой Ялдинско-Потздамской системой международных отношений. Насколько она окончательно ушла в одно прошлое или какие-то ее опорные конструкции до сих пор могут нам оказать пользу в построении новой системы сдержек и противовесов. А что было частью этой системы, в том числе это современное международное право и организация объединенных наций. Я думаю, что это очень злободневная тема, и те из вас, кто заниматься будет организацией объединенных наций и международным правом, обеспечит себе материал для аналитики на много лет вперед. Например, такой вопрос. Есть понятие международного порядка, основанного на международном праве. и как бы с этим мало кто спорил, но в последние буквально 2-3 года вы часто можете читать или слышать о другом представлении о том, на чем зиждется должен справедливый и современный мир. Это международный порядок, основанный на правилах Rules Based World Order. Это то, что сейчас очень часто произносят наши коллеги, ученые и политики на Западе. Какое соотношение между представлением о Rules Based World Order и той системой международного права, которая была выработана после 1945 года. Тот мир, в котором мы живем, это мир коррозии стратегической стабильности. Возрождается термин «кризисная стабильность». Этот термин пришел к нам из научных работ по конфликтологии времен Холодной войны. Размываются границы между стратегическими и не стратегическими системами оружия. Стратегическая стабильность все чаще рассматривается через призму устрашения или deterrence. Вы знаете, что Штаты в начале 21 века вышли из договора 1972 года по противоракетной обороне и с тех пор много копий было сломано в спорах между Россией и Соединенными Штатами по этому вопросу. Я думаю, вы слышали о том, что недавно Соединенные Штаты заявили о своем скором выходе из еще одного очень важного соглашения, которое определяет всю систему стратегической стабильности. это договор о сокращении ракет малой и средней дальности. И Штаты дали России два месяца на то, чтобы она решила те претензии, которые к ней есть у Соединенных Штатов. Это несмотря на то, что Россия уже лет 20 указывает Штатам на определенные и очевидные шаги по нарушению этого договора. Ну, и затем, если через уже полтора месяца Россия не выполнит этот фактически ультиматум Белого дома, то затем, через шесть месяцев по условиям этого договора Штаты выходят из него. Ну, если кто-то из вас затрагивал в своих исследованиях или учебе проблемы милитаризации и антивоенного движения в Европе в 80-е годы, то вы знаете о том, что тогда Советский Союз и Штаты размещали в Европе ракеты с нашей стороны, это ракеты были Пионер, Штаты размещали Першинг-2, а затем после 1987 года тысячи ракет с обеих сторон были ликвидированы. Вот тогда в 80-е годы Европа превращалась в потенциальный театр военных действий с применением оружия массового уничтожения, в частности оружия ядерного. Но сейчас, так сказать, мир доходит до черты, когда мы можем вернуться во времена, когда потенциально ядерное оружие с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров может вновь размещаться в Европе на земле. это оружие не было запрещено в 87-м при условии размещения его на воде или в воздухе, но тем не менее это тоже очень большой риск, не только абстрактный, но для всех нас просто как для людей, которые живут в этой части мира. естественно нам с вами нельзя не сказать о том, характеризуя этот мир как мир возвышения Китая. Может быть вы слышали много раз или читали о таком нарративе или концепции как американская мечта. это то под флагом чего штаты провели большую часть 20-го века. Американская мечта была путеводной звездой для многих жителей и в США и тех, кто уезжал жить в штаты. Эта идея была о том, что используя систему меритократии, то есть общество, где ценятся твои способности, трудолюбие и стремление к реализации своих способностей можно достигнуть всего, что ты хочешь. Естественно, этому была и альтернатива в виде Советского Союза и стремления на базе советской системы ценностей и идеологии предложить миру свою альтернативу, свою миссию. На этом и основано было противоборство между двумя блоками. В начале 21-го века вы без труда можете встретить в политологических исследованиях, особенно которые выпускались учеными из стран-членов Евросоюза, идею о европейской мечте European Dream. Это была мечта о том, что Евросоюз станет лидером в 21-м веке. Это не значит, что он будет соперничать с Соединенными Штатами, Евросоюз. 20 лет назад в западной части Европы было ощущение, что Евросоюз может предложить не только для стран, которые в него входят, и для жителей, которые живут на их территории, но для всего мира некую универсальную модель, некие нормы, используя которые не только в Европе, но по всему миру вы можете создать наиболее эффективное, преуспевающее и справедливое общество. Но в общем-то эти настроения во многом апологетические закончились очень быстро. 2005 год так называемый конституционный кризис в Евросоюзе, затем экономический кризис 2008 года, затем кризис и миграционный, кризис госдолга, разрыв в политическом плане отношений с Россией, война в Закавказе 2008 год, война в Ливии 2011 год и так далее и так далее. Но что мы слышим в последние где-то 2-3 года, причем это выражение уже вошло и в официальные документы. Это Chinese dream, китайская мечта. В Китае эта концепция сейчас стала чуть ли не национальной идеей. Это выражение используется руководством этой страны и это отражает пассионарность. Это отражает не только записанное на бумаге желание тех или иных руководителей выдать желаемое за действительное, но в самом деле ощущение определенной нации, что во многом за ней будущее. Но теперь я хотел бы в конце сказать два слова о проблемах, которые намного ближе к нам, а многие из этих проблем не только проблемы наших соседей, но и наши собственные. Но, естественно, если мы с вами рассуждаем о Евросоюзе, то, я думаю, первое слово, которое приходит нам на ум, это слово, наверное, Brexit. Мы с вами все его знаем, вне зависимости от того, специализируемся мы по англоведению или нет. Это слово стало такое household name, вошло в каждый дом. И дело здесь не только во внутренних процессах в Великобритании, а в том, что это событие своего рода шок для Евросоюза, так как из Евросоюза никогда, начиная с 1957 года, когда эта организация была создана в виде европейского экономического сообщества, ни одна из стран не покидала ряды Евросоюза. А Великобритания это делает. И здесь встает вопрос не только о том, что было 28 стран, станет 27, но это очень сильный удар по образу Евросоюза, по образу его гравитационной силы, его привлекательности. и ведь из Евросоюза выходит страна какая? Это Великобритания, это страна большой тройки Евросоюза, это вторая по значению экономика Евросоюза после Германии, это первая по военной силе страна в Евросоюзе, это страна, которая много десятилетий уже находится в так называемых особых отношениях со Соединенными Штатами, это страна, которая играет лидирующую роль в Содружестве Наций, тоже одна из крупнейших международных организаций, это страна постоянный член Совбеза, Организации Объединенных Наций, это страна член Ядерного Клуба, так далее и так далее. Вопрос от Брекзита не затмевает другие проблемы, это проблема, я думаю, о которой вы все в той или иной степени знаете, проблема так называемого нового популизма. Откуда взялись в последние годы все эти новые лица, новые партии и слева и справа, партии, которые яростно критикуют так называемый политический истеблишмент и партии, которые уже невозможно назвать маргинальными и второстепенными, партии, на которые можно не обращать внимания. Эти партии не только уже претендуют на власть, но многие из них находятся у власти. Я думаю, что наиболее яркий пример это Италия. В Италии вы знаете, что у власти находится правящая коалиция из двух партий и это партия как бы левого нового популизма движения пять звезд и правого лига бывшая лига Севера. Ну, в Великобритании там, кто этим занимается, двупартийная система это классика, малые партии практически не имеют шансов пробиться к власти, но популизм может пробивать себе дорогу не только с помощью новых партий, но и внутри действующих и магистральных партий, те, которые формально можно воспринимать как партии старого политического эстеблишмента. и в консервативной партии как раз евроскептицизм и популизм фактически взял верх европей. именно по этой причине или во многом по этой причине эта страна была поставлена перед вопросом о выходе, ну и как вы знаете, около 52% населения на референдуме в июне 2016 года сказала до выходу. Я также напомнил бы о проблеме, которая очень широко обсуждается в самом Евросоюзе, это проблема политического лидерства. И в самом деле, если вы вспомните о таких фигурах, как Черчилль или Аденаур или Деголь или даже Ширак и так далее, так далее, то многие сейчас скажут о том, что лидеров такого качества в Европе нет или почти нет. Если вы возьмете ситуацию в Германии, да, эта страна не только самая большая экономика в Евросоюзе, но и уже де-факто политический лидер ЕС. Но если вы следите чуть-чуть за международными отношениями, то вы в курсе, что Ангела Меркель ушла с поста лидера ХДС. Она остается канцлером этой страны, премьер-министром этой страны, но ее называют хромой уткой, lame duck. Это выражение, которое пришло в свое время в Европу из политического лексикона в Соединенных Штатах. Если вы возьмете Францию, то сразу к нам приходит образ Эммануэля Макрона, человека с де-голевскими замашками, человека, который выступает очень много, это любят, и фотогеничность Макрона всем известна, но все дело в том, что рейтинг у этого человека, который претендует на возрождение роди Франции в Евросоюзе, не только в нем, но и в мире, в наши дни скатился до 20% я думаю, мы следили более и не более за явлением, получившим название «желтые жилеты». Делал «вестс» по-французски, расскажите, как это звучит. Это человек, который столкнулся с системным сопротивлением у достаточно широких слоев населения этой страны, той политики, которую он проводит. Что будет дальше сказать очень сложно, удержит ли Макрон контроль над управлением в стране, сказать трудно. Но ясно то, что Франция в ближайшее время будет воплощена в первую очередь решением внутренних вопросов, у нее не будет ресурсов и потенциалов для того, чтобы возродить знаменитый франко-германский тандем, который многие годы был гидромом и тем паровозом, который тащил за собой вот этот здесь огромный проект под названием ЕС. Великобритании, но здесь и говорить нечего, эта страна выходит из Евросоюза и надо сказать, что достаточно забавно слышать из британских политиков обвинения в адрес России, что Россия делает все для подтачивания солидарности и стабильности в Евросоюзе, это при том, что веришь, Великобритания не просто что-то делает или лайки, а Британия выходит из Евросоюза. И ясно, что больший урон, чем такие действия Евросоюзу ненести очень сложно. Италия опять-таки страна с глубокими историей, с глубочайшими с инвестиционными корнями, но также страна, которая испытывает очень большие трудности в развитии, может быть, в курсе, что госдолг этой страны 130%, что в последние недели была очень напряженная ситуация в отношениях между национальными структурами Евросоюза и Римом, потому что ЕС не принимал те показатели дефицита бюджета Италии, заложенные в проект бюджета этой страны на следующий год. Но если не вдаваться в эту тему, то хотя бы этот факт может вам показать, насколько даже самые крупные страны ГИБС, насколько они глубоко встроены в интеграционную ткань Евросоюза, насколько они уже передали значительную часть своего суверенитета на национальные структуры, что многие решения, которые мы в России, в Китае, в Индии, в Соединенных Штатах и так далее и так далее воспринимаются как сугубо внутренние, как эти решения не могут быть приняты, если на это нет согласия на этих самых национальных структур. Ну и закончу я еще очень интересным вопросом. Евросоюз давно превратился в экономического гиганта. Это самый большой рынок на планете по номиналу, а тем более по паритету покупательной способности он на первом месте. Но все дело в том, что в политическом плане еще в 1979 году один переписки политик сказал о том, что Евросоюз это экономический гигант, но политический карм. прошло много лет и ситуация во многом изменилась. Евросоюз сейчас имеет свою собственную внешнюю политику по целому ряду вопросов, но все дело в том, что министерство иностранных дел ЕС нет, министерство обороны ЕС нет, и каждый из 28 членов ЕС очень сильно и приятно заботится о том, чтобы эта сфера государственного суверенитета была как можно меньше подвержена влияние извне. В этом отношение для тех из вас, кого интересуют политику военной вопрос и проблематика будет очень интересно последить за тем, что происходит в сфере стратегической автономии Евросоюза. для тех, кто хочет с чего-то начать, я предложу взять и открыть очень быстро в интернете документ под названием Global Strategy European Union Global Strategy Евросоюза. Это официальный документ Евросоюза, который был опубликован в июне 2016 года. Кстати, говоря, это был тот же месяц, когда в Европритании прошел референдум по Brexit. И надо сказать, что Brexit и на Союзе все считают событием, вызывающим большую горечь, но с любой стороны, любой трагедии и драни надо искать какую-то светлую сторону. И в Небросоюзе вам как правило расскажут о том, что хорошо Европритания не будет, это большая потеря для ЕС, но Британия много лет ставила палки в конеса процессов углубления европейской операции, в том числе по преданию этой интеграции этого самого внешнеполитического и военно-политического измерения. И что с выходом Британии, Евросоюза, тем странам, которые этого хотят, будет намного легче идти по этому пути. И в этом смысле есть такое достаточно на русский слух нелегкого положащегося выражения, как постоянное структурированное сотрудничество. Кремль структурированное структурированное кооперейшн или то, что в виде аббревиатуры сейчас называется очень часто ПЕСК. Вот на базе этой идеи и не только идеи, но уже наработанной юридической базы и реальных проектов Евросоюз движется по пути создания своего собственного военно-политического потенциала. Даже для тех, кто верит, что на этой пути ему улыбнется удача, ясно, что этот процесс будет очень долгий. Но почему это так важно нам? Все дело в том, что если это случится, то недалеко от границ нашей страны будет создан еще один военно-политический потенциал. У нас уже есть военная история взаимоотношений с НАТО и мы знаем, к чему это приводит. Для России очень важно, как через 10 или 20 лет будет выглядеть военно-политическая конфигурация сил вокруг ее границ и насколько держит Евросоюз, средства превратиться в такого уже сильного игрока в политическом и военном плане как на сегодняшний день. Это имеет место экономики, насколько эта сила будет направлена против интересов нашей страны или будет некий модус беренди по взаимодействию, по тому, чтобы следовать определенным правилам мирного взаимодействия. действия есть еще масса всего, о чем я могу вам сказать, но я думаю, что я говорил так, намного дольше, чем обещал, и если у нас есть еще какое-то время, то я прошу вас высказать свою точку зрения по тем или иным вопросам, которые я затрону или задать вопросы. Я прошу вас. Трежуфи уже есть, тогда вам слово. Спасибо очень за решение этого очень естественно. У меня возник такой вопрос, учитывая внутренние проблемы с Европой и как из всей внутренней капитальной и манипуляции, можно ли говорить о том, что Европа раздает свои позиции по более сильному карту за тайну и фону Владимир и И. Вы знаете, вы будете абсолютно правы, и вопрос здесь заключается не в том, насколько западная страна, в том числе Евросоюз, будет выглядеть например к 2050 году. Абсолютно ясно, что население Евросоюза и население большой Европы от свободного Владивостока и нашу страну, это население будет мировым общим населением и более ниже. Это железные законы демографии и здесь спорят очень сложно. Если Вы посчитаете, что делают все идущие мировые исследовательские центры, в том числе и Всемирном банке или Международном фонде доля запада в целом и также Россия в мировом ВВП будет тоже ниже. Штаты на сегодняшний день это где-то 16% мирового ВВП, как и у Китая. У Евросоюза это 20-19-20. через 10-20-30 лет эти показатели будут падать. И дело здесь не в том, что экономики этих стран будут работать хуже. Дело в том, что другие страны, другие быстрорастущие экономики мира в ближайшие 10-20 лет будут расти и развиваться скорее. Дальше надо начинать учитывать показатели более тонкой настройки. Дело не только в ВВП, а, например, в ВВП на душу населения. Если вы возьмете Китай, на сегодняшний день по паритету покупательной способности, если брать страны, не Евросоюз, а отдельные страны, то Китай стоит уже в мире на первом месте. Считается, что к 2030 году, а скорее всего намного раньше, и по обменному курсу или по номиналу Китай также выйдет на первое место вперед. У Индии тоже сейчас уже 8% в мировом ВВП. ясно, что это громадная страна, которую сейчас часто называют спящим или сонным гигантом. Она через 20-30 лет будет упоминаться нами с вами так же часто, как сейчас мы говорим о Китае. Для России тоже через 20-30 лет ситуация будет очень непростой. сейчас у нас по паритету покупательной способности где-то 3 с небольшим процентом мирового ВВП. Но по сравнению с 16-ю или по 20-ю это уже диспропорция, как вы видите, очень большая. Насколько Россия сможет нарастить эту долю или эта доля снизится, это большой вопрос. Так что рассуждение о том, что процесс по уменьшению сравнительных преимуществ Евросоюза и Соединенных Штатов и нашей страны в ближайшие 20-30 лет, что этот вопрос стоит ребром, это факт. зависит все дальше от того, как эта проблема может быть решена или кто-то скажет это объективные закономерности и невозможно прыгнуть выше головы. Мне лично представляется, что действительно Россия, Германия, Великобритания или Штаты не могут стать новым Китаем и не могут рассчитывать на то, что они сделают с собой что-то, из-за чего 30 лет не переставая их будет расти на 7-8-9 процентов ежегодно. Здесь надо искать уже не столько внутренние резервы развития, хотя над этим работать надо, и я думаю вы все в курсе того огромного потенциала, который есть у нашей страны, но он не используется по тем или иным причинам, в первую очередь с точки зрения экономической модернизации. Но все равно если даже мы эту экономическую модернизацию и проведем, если даже это сумеют сделать страны Евросоюза, то это не решит проблему постепенного отставания у других центров силы 21 века. Значит, здесь искать надо не только внутренние рычаги для удержания своего статуса, но и внешние. Вот с этой точки зрения мне представляется, что для России очень важно, чтобы внешними геополитическими рычагами сохранения ее влияния, а может быть и превращение ее статуса в 21 веке должны быть отношения с Евросоюзом и Китаем. С Китаем у нас и так достаточно активно развивается стратегическое партнерство, но с Евросоюзом мы знаем, что за ситуация. Я думаю, что рано или поздно ряд влиятельных стран в Евросоюзе, как и мы, вернемся к идее Great Europe или большой Европы. И я думаю, что вот если Евросоюз и Россия не будут использовать друг друга как рычаги по приращению своего влияния в мире, то через 20 или 30 лет Евросоюзу и нам будет очень сложно заставить услышать наш голос и учесть наше мнение таким странам, как Китай. Дело же не в том, что с Китаем мы дружим, а потом вдруг мы станем соперниками. Дело в том, что если у вас потенциал или ресурсы в 10 раз больше, чем у другой страны, то воля или неволи ее национальные интересы вы будете учитывать реже. Это не зависит от того, насколько вы хотите нанести вред. Это объективный и естественный процесс. Так что надо делать все, чтобы вот эти перекосы и асимметрия в отношениях между Россией и другими странами не становились, ну, по крайней мере, не становились больше. Еще два вопроса, даже больше. Спасибо за лекцию. Как вам кажется, мы условием расстраивающей депутатизации, учителей в народу конфликтов и движенности. Как вам кажется, мы действуем для этого все и в ближайшем сентябре это гроза международного конфликта международного нового масштабного то есть красавица холодной войны горячей. Вы знаете, здесь целый ряд, целый букет вопросов. Вы сказали о холодной войне и сейчас очень популярно выражение New Cold War новая холодная война. Специалисты спорят по вопросу о том, новая холодная война это фигура речи или это реальные условия, в которых мы живем. Я отношусь к тем, кто считает, что новой холодной войны нет, это больше фигура речи или прием в риторике нового структурного противостояния, какой мир знал в эпоху холодной войны с 40-х, с 48-го или 9-го, смотря какой год вы выбираете для отчета этого феномена до конца в 80-х, такого структурного противостояния на сегодняшний день нет по многим причинам. С другой стороны, многие специалисты в военном деле вам скажут о том, что сейчас есть сегменты военно-политической ситуации, по которым ситуация хуже, чем она была, ну, по крайней мере, во второй период холодной войны, который отчитывают с 1962 года, с кубинского или карибского кризиса. Все дело в том, что военный фактор, он перестал сейчас зависеть так сильно, как это было очень долгое время от доктрины под названием Mutual Ashoot Destruction или гарантированное взаимное уничтожение. Ядерное оружие сейчас не играет уже той сдерживающей роли, как это было раньше. Сейчас появляются новые системы высокоточного неядерного оружия. сейчас уже вести речь о том, что крупные, тем более ядерные державы будут вести между собой крупномасштабные боевые действия с точки зрения военной стратегии и тактики. Это уже считается прошедшим временем, ушедшим веком. Сейчас конфликты могут быть, если они будут между крупными странами, они протекать будут очень быстро. И вот эта очень быстрая эскалация может приводить к использованию ядерного оружия, например, в тактическом оснащении. Но ограничится ли на этом или эта ситуация выйдет на такой, знаете, всемирный Армагеддон, даже в теории сказать очень сложно. То есть порог применения оружия массового уничтожения сейчас стал намного ниже, так как есть способы по, ну так скажем, по победе над противником, напрямую не затрагивающим ресурсы жесткой силы. Сейчас противника можно попробовать поставить на колени с помощью очень разных гибридных методов и подрыва его изнутри в кибер пространстве с помощью санкций. Много способов для того, чтобы даже попытаться ядерную общепризнанную державу заставить играть по своим правилам. Так что вы правы в том, что ситуация очень опасная, она становится хуже я бы сказал даже не от года к году, а от месяца к месяцу. И если штаты в июне следующего года все-таки выйдут окончательно из договора ликвидации ракет малой и средней дальности, то тогда стратегическая стабильность будет зиждеться на последнем, ну или почти на последнем бастионе. Это СНВ-3 или Старт-3, если использовать английскую аббревиатуру. Вы знаете, что этот договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США подходят к концу в 21-м, времени очень мало. Сейчас Соединенные Штаты не собираются вести с Россией переговоры о продлении этого соглашения. И мир, если так будет идти дело, в 21-м впервые столкнется с ситуацией, начиная с 60-х, когда фактически вся архитектура стратегической стабильности будет не просто расшатана, а разрушена. И новая волна гонки в вооружении может уже прокатиться не только по обычным вооруженным силам, по конвенциональным системам, а по ядерным. Так что опасное очень время, и не дай бог, ситуация будет развиваться по этому негативному сценарию. У меня вопрос в свете тенденции автуризма и организационного кризиса в истории. В 2011 году я в 20-й год до 20-й до 20-й до права кризиса. Есть ли сейчас какая-то реальная перемена с 20-й процент, который занимается оборудованием культурализма и в мировой власти? Спасибо за вопрос. Вы знаете, я думаю, что они это сделали зря. Все дело в том, что мультикультурализм, как бы он не воспринимался в последние 10 лет, все-таки это была рабочая формула по интеграции пришлых людей в Европу очень долго. ведь эта концепция была создана фактически в 50-е, в 60-е годы и идея была в чем? После 1945 года стали рушиться или постепенно дезинтегрироваться последние европейские империи. по мере того, как это происходило, из бывших частей этой империи в бывшие митрополии стали устремляться большие потоки людей. В то время большая часть этих людей приветствовалась и воспринималась как большое преимущество для тех стран, в которых эти люди стремились. Так было и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, и в Италии. Надо сказать, что внутри Евросоюза миграционные потоки после этой войны были тоже очень мощные. Из Испании, или Португалии, или Италии многие устремлялись на север в поисках работы, и там их ждали. Мультикультурализм, как я это представляю, стал сталкиваться с проблемами по мере того, как идея о миграции как о гастарбайтерах стала трансформироваться в понимание, что эти люди не только добавка к рынку труда, но что эти люди становятся частью или не становятся более широкого поля взаимодействия. Это общество, это культура, это язык, это идентичность. И стала складываться ситуация, когда во многих странах мигранты стали не просто частью рынка труда и системы налогообложения, они стали воспринимать себя по мере роста их численности и расселение не рассеяно, а в сконцентрированном таком выражении стали воспринимать себя не только как объекты для интеграции, даже для ассимиляции, а как люди, которые привносят с собой в новую страну своего проживания, свой собственный язык, свою культуру, свою религию и ставить под вопрос идею о том, что им надо превратиться в француза в классическом выражении, или немца, или британца. Ну и плюс еще большая проблема стала в том, что в Европу стали стремиться многие выходцы не из Европы, а из других цивилизационных ареалов потому, что люди просто стремились к лучшей жизни, или бежали от войн, от экономических проблем, и это уже не были те, кто принимал решение о переселении в Европу, потому, что они хотели принять тот уклад жизни и превратиться во французов, немцев или испанцев, а потому, что просто они хотели вырваться там из замкнутого круга тех проблем, в которых находится их страна или регион. Особенно эти вопросы обострились в 2015-м, это так называемая неконтролируемая миграция в Евросоюз, это огромные потоки беженцев и это уже не та масса людей, которая может рассматриваться как добавочная стоимость к утилитарной вещи, к рынку труда. Это люди с квалификацией, которая может не быть востребованы, это люди не обязательно настроенные на интеграцию в той или иной форме. И что еще очень важно, это люди, которые не обязательно переселяются в Европу с представлением об этой части мира, как о желанной для себя с точки зрения их культуры или сведения счетов. Это могут быть люди, которые могут пользоваться теми благами в системе образования, в системе социального обеспечения, но которые, тем не менее, будут вести себя как активные противники того образа жизни, к которому европейцы привыкли, и которые могут даже стоять на радикальных позициях и быть подвержены пропаганде с таких экстремистских позиций. И если вы проследите, отследите статистику по тем лицам, которые в последние несколько лет совершали терр-акты в Европе, то среди них будет очень мало тех, кто не родился в этих странах. Бельгия, Франция, Великобритания, Испания. Большинство это люди, которые родились в этих странах. Они, естественно, как правило, были под влиянием людей или организацией, находящихся вне границ этих стран. Но, тем не менее, это люди, которые по всем оценкам или критериям, существовавшим ранее, должны были стать частью закона послушных граждан той или иной страны. Этого не случилось, и ясно, что в этом смысле мультикультурализм дает очевидный им системный сбой. В этом смысле можно сказать о том, что Европа может сопротивляться тому, что постепенно процент людей не с белым цветом кожи выходцев из других культур и цивилизаций будет расти. Это можно сопротивляться, но я думаю, что это дело абсолютно безнадежное, потому что все опять-таки упирается в объективные законы. Если рождаемость у вас в стране ниже, чем двойка, чем две единицы, то коренное, так скажем, население этой страны будет падать. Значит, вам нужно а, чтобы вашу страну притекало, в любом случае, население, для того, чтобы восполнять эту убыль, и вам надо, чтобы это население было так же хорошо обеспечено, как и коренные жители. Встает третий вопрос, как вы это сделаете, если у стран становится все меньше денег на то, чтобы обучать людей, у которых квалификация очень низкая, как делать так, чтобы вырастить их детей перед тем, как они станут работающими. И я думаю, что неизбежно, что Европа 2050 года будет намного более разной, так скажем, мы перемешанное, чем сейчас. А через сто лет, я думаю, что белый цвет кожи в Европе будет встречаться реже, чем другие ее оттенки. Я не говорю, что это плохо, это единственный путь для Европы, но вопрос о том, насколько перемена в пропорциях расовых, этнических и религиозных в населении, насколько эти перемены приведут к утрате европейской идентичности или нет. вот это действительно вопрос на 30-40 лет вперед и как он решаться будет, это зависит уже от эффективности любого, каждого государства по перемалыванию в хорошем смысле вот этих культурных и цивилизационных носителей, которые неизбежно будут приходить в Европу и неизбежно Европа будет в них нуждаться. Вопрос касается санкций и санкций США и санкций от нашего государства и государства и государства государства и другие движения и проект средний поток 2 полный поток США также называют отражаемые методовые и новые производства которые говорят с с снять санкции и снять санкции и возможно что реальность вы знаете санкции вредят всем нет стороны в истории так было всегда чтобы вреда от санкций вам не было вопрос в том насколько этот вред вы можете посчитать второстепенным для вас насколько он может быть компенсирован теми преимуществами или плюсами которые вы получаете от санкций все дело в том есть серьезные научные исследования различных санкционных режимов которые применялись в 20-21 веке они показывают что в подавляющем большинстве случаев санкции не приносили не решали те задачи которые ставились странами вводящими эти санкции ну и наверное наиболее яркий пример это Куба 50 лет санкций и результата не было несмотря на то что США и Куба несравнимы я думаю в любом смысле и отношения но только если сила духа там такого рода вещи я думаю что в истории никогда не было но может быть после морской блокады Великобритании в начале 19-го века не было массированного применения санкций против страны ну которую по старинке мы можем назвать великой державой крупного одного из ведущих центров силы и влияния в мире санкции массированные никогда не накладывались против какого-либо постоянного члена Совбеза но ясно что против СССР в годы холодной войны со стороны действовал ряд санкций но все дело в том что тогда весь мир не жил в как бы одной рыночной системе мы не жили в одном глобальном мире и накладывая санкции друг против друга мы тем самым не наносили друг другу большого вреда потому что мы жили или старались жить в замкнутых экономических системах это не значит что эти две системы были изолированы друг от друга и никак не общались естественно нет если вспоминать тот же самый Nord Stream 2 или всю историю поставок российской нефти и газа в Европу то началось это все в 70-е годы и соглашение так называемого газа в обмен на трубы было заключено в 70-м но все дело в том что то что мы имеем сейчас это беспрецедентно это попытка группы стран причем стран в которую входит несколько ведущих экономик мира наложить санкции причем очень широкого спектра воздействия на одну из стран входящих в десятку самых крупных экономик мира Россия сейчас по паритету покупательной способности это седьмая или восьмая экономика она была шестой но за последние 5-6 лет на одну или две строки снизилась по номиналу эта страна насколько я помню наша страна сейчас на 12-м месте в мире была на 10-м еще где-то в 14-м или в 15-м все дело в том что рассуждение о том достигнуть эти санкции своей цели или нет они самые важные я думаю что нет во первых потому что такая крупная экономика мира не может потерять жизнеспособность и стрессоустойчивость ее будет достаточно сильно чтобы это выдержать это раз второе что санкции носят достаточно такой сегментированный характер потому что они наложены только рядом стран это коллективный запад также эти санкции не достигнут цели потому что для России очень важно иметь отношение в экономическом торговом плане с западом но у России уже где-то половина ее торгового оборота с незападными странами и вот эта часть эта доля она растет из года в год с Евросоюзом в 14-м у нас было более 400 миллиардов долларов товара оборот сейчас это где-то 200 не помню сколько 220 или 240 но в то же самое время за эти годы у нас выросла сильно торговля с Китаем с рядом других стран в этом году с Китаем есть цифры мы достигнем 100 миллиардов долларов в год так что я думаю что эти санкции во-первых они вводились по политическим причинам и сняты они будут не потому что цель будет достигнута или нет а потому что в политическом плане это потеряет смысл и это значит что санкции могут быть еще на долгое время все зависит будет от того насколько быстро Россия нормализует отношения с Соединенными Штатами это не просматривается в ближайшие годы насколько быстро Евросоюз вот обретет эту стратегическую автономию подчем подразумевается в первую очередь стратегическая автономия Соединенных Штатов и вы правы что в Евросоюзе многие страны или по крайней мере многие политические движения и персоны выступают в открытую против санкций но все дело в том что пока эти страны не хотят тратить свой ну так скажем политический капитал на вещи которые для них пока имеют второстепенное значение чем внутренние проблемы для Италии где у власти обе партии заявили в предвыборном манифесте о том что они выступают против санкций для них в этом и следующем году будет важнее всего сделать так чтобы ЕС не наложил на них штрафы если их бюджет не будет одобрен на общеевропейском уровне но я не исключаю что через год-два если в социально экономическом плане ситуация в Евросоюзе или по крайней мере в ряде крупных стран станет лучше то эти страны на очередной встрече которая проходит раз в полгода на которой решаются вопросы продления или нет непродления пакета санкций скажет нет я думаю что это не случится в ближайшие опять-таки 2-3 года так что рано или поздно эта история вся уйдет в прошлое но я думаю что эта история надолго и тем более нашей стране надо развивать как называют ее большую идею разворота на восток для того чтобы диверсифицировать свои и политические и экономические контакты но это не значит что надо ставить крест на Европе все дело в том что опять-таки наша страна по крайней мере это мое мнение не будет успешной в 21 веке если рано или поздно со своей стороны не будет успешно предпринимать шаги для того чтобы вернуть в нормальное русло свои отношения ну по крайней мере с такими двумя ведущими странами в Европе а значит что и со многими из их союзников это Франция и Германии спасибо огромное ребята я думаю что мы выразим искренне сердечно благодарность за эту замечательную встречу вы убедились да какой высочайший профессионализм да какая замечательная какая замечательная была лекция ответы на вопросы глубочайшие вот для меня например это такая радость что мы имеем возможность пригласить этого выдающегося ученого администратора блестящего да у него времени не так много что он нашел его приехал к нам в Казани и встретить с вами да с студентами института международных отношений поверьте мне это дорогого стоит спасибо спасибо